С момента рождения мы редко задаёмся вопросом, а могло ли всё быть по-другому? Мы просто живём в своём мире. И понимаем, что существуем в двух мирах. В текущем времени, реальном для нас и в воображаемом мире, где нет войн, страха, обмана, бедности и болезни. Воображаемый нами мир только тогда приблизится к реальности, когда мы сумеем понять наше прошлое. История имеет сослагательное наклонение. Неведомая сила, ещё до рождения человека, рисует на его руке длинные судьбы. Но за человеком остаётся право по зову души принять то или иное решение. Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город пленных, не щадя. От того, что в кузнице. Не было гвоздя. Если вдуматься, то это стишок о роли случайности, о роли командира, то есть о роли личности в истории. А теперь из истории Второй мировой войны. 19 июля 1940 года Адольф Гитлер выступил в Рейхстаге и предложил Великобритании почётный мир. Черчилль ответил решительным отказом. Гитлер предложил, Черчилль отказался. Получается, что кто-то в одиночку может определять ход истории. Но так ли это? КОНЕЦ КОНЕЦ У школьника Адольфа Гитлера с учёбой не ладилось. Хотя он был весьма сообразительным и неспособным мальчуганом. Дважды оставался на второй год. Отчислялся из школы. Почему? Ответ прост. Адольфу было не до учёбы. Он считал, что он рождён стать великим художником и архитектором. Достаточно раннего детства у Гитлера проявились способности к рисованию. Он много рисовал. Хотел стать художником. По вполне понятным причинам в нашей пропаганде, перевода войны, послевоенных, вот над этими его увлечениями, ну, как-то издевались и называли маляром. На самом деле, если взглянуть на сохранившиеся рисунки Гитлера, это вполне профессиональные рисунки. Гитлер мечтал перестроить город своей юности Линц, а потом Вену и даже столицу Великой Германской империи – Берлин. Адольф мечтал о славе на ниве искусства. И он решил поступать в Венскую академию изящных искусств. Но в один отнюдь непрекрасный день 1907 года коварная судьба нанесла чудовищный удар по амбициям 18-летнего Гитлера, а заодно и по всему человечеству. Его срезали на вступительных экзаменах в Венскую академию изящных искусств. Судьба не позволила ему стать великим художником и архитектором. А что если Гитлера приняли бы в Венскую академию изящных искусств? Как отсутствие Гитлера на политической арене Германии повлияло бы на историю 20 века? Естественно, мы не знаем, были ли в Германии другие Гитлеры. Но мы знаем, что Гитлер был по-своему уникален – силой воли, харизмой, жестокостью. Его окружение в нацистской партии по сравнению с ним было вторым эшелоном. И я думаю, что без Гитлера нацисты не смогли бы прийти к власти в Германии. Следовательно, мир мог бы быть избавлен от ужаса фашизма. Но неизвестный экзаменатор Венской академии изящных искусств посчитал, что Адольф недостаточно талантлив для учебы в этом уважаемом заведении и срезал Гитлера. А ведь мог и принять. Возможно, Гитлер неистово и фанатично начал бы трудиться день и ночь, развивая свой дар. И, может быть, расцвел бы его талант, дремавший под спудом провинциальных взглядов и комплексов. Но этого не произошло. Провидение наглухо закрыло для Гитлера в ворота в Святой Храм Искусств. Знать бы человечеству заранее, какую беду принесет в мир этот отвергнутый абитуриент. Одной жаждой реванша, случившейся в дальнейшем, объяснить невозможно. Мелкая душа, оказавшаяся во власти темных сил, в определенной ситуации может совершать ужасные преступления. Сложиться бы всем миром, да и построить специально для Гитлера Храм Искусств чудовищных размеров, это километров десять длиной, и предоставить Гитлеру все необходимое для мирного, спокойного творчества. Пусть годами рисует, чертит, да и вешает все это на нескончаемые стены. Можно было даже объявить его вторым Леонардо да Винчи, лишь бы был в хорошем настроении, лишь бы был занят. В дни своего провала Гитлер утешал себя тем, что все равно станет художником и архитектором, и решил, что начнет свою карьеру со строительства моста в Линце. Он уже и чертеж сделал. Приободрившись, решил поступать на следующий год и остался в Вене. Но через год его опять не допустили к вступительным экзаменам. В следующие несколько лет Гитлер жил в Проголодь, ночевал в ночлежках. Некоторые средства к существованию давали маленькие открытки с видами Вены, которые он рисовал акварелью и продавал гостям столицы. Неожиданным спасением от бедности и унижений стала Первая мировая война. В окопах Гитлер преобразился. Гитлер был смелым человеком. Ну, начнем с того, что он пошел добровольцем в германскую армию. Он воевал все четыре года. Несколько раз был ранен. Он был ослеплен газами. И при этом он получил два железных креста. В германской армии просто так кресты не давали. Для того, чтобы получить железный крест, нужно было действительно совершить подвиг. Ожесточение Гитлера перераскнуло в жестокость уже в ходе мировой войны. Это первая война с применением самых зверских методов человекаубийства. До этого не было таких войн. Гитлер пришел к выводу, что в нынешнее время можно действовать только такими методами. Методами жестокими, бесчеловечными, лишенными всякой куманности. Гитлер был храбрым солдатом и даже был награжден двумя железными крестами. Но, к его удивлению, это никак не повлияло на его военную карьеру. Вот характеристика, данная Гитлеру его начальством. Адольф Гитлер абсолютно лишен качества руководителя и командира. Он безинициативен, не может четко формулировать свои мысли, а также не в состоянии увлечь за собой людей. Но проведение как будто продолжало вести Гитлера к неведомой ему цели. Вокруг Гитлера стала концентрироваться таинственная энергия невиданной силы. Фундамент фашизма был заложен Гитлером в начале 20-х годов. В основе фашизма лежит идея расового превосходства немцев над другими народами и ненависть к славянам и евреям. А в центре нового вероучения – таинственная и мистическая фигура получеловека-полубога Адольфа Гитлера. А что же насчет отсутствия у него необходимых для лидера качеств? Вдруг оказалось, что Адольф Гитлер наделен ими больше, чем кто-либо из 80 миллионов немцев. Способность Гитлера контролировать людей базировалась на его невероятно харизматической личности. Гитлер мог очаровать кого угодно. Он был необыкновенно сильным оратором. Он знал, на каких струнах немецкой души играть. Гитлер опьянял и очаровывал толпы. В 1933 году Гитлер приходит к власти. Вскоре он становится для немцев и отцом нации, и богом одновременно. А как же мечты далекой романтической юности стать художником и архитектором? Как это ни странно. Они все еще жили в каменном сердце фюрера. Через 30 лет после провала на вступительных экзаменах в Австрийскую Академию Гитлер отдал приказ властям города Линца построить мост через реку по его старому чертежу. Мост был построен. И стоит до сих пор. Но этим он не отомстил судьбе. Рана, нанесенная в юности, продолжала кровоточить. В середине 30-х годов Гитлер лично возглавил проектные работы по перестройке центральной части Берлина, где многие здания были спроектированы по его юношеским чертежам. Один из исследователей гитлеровского феномена писал, «Самоощущение художника возникало у всевластного диктатора и на вершине могущества». Он чувствовал себя способным по своей прихоти перекраивать границы и уничтожать целые народы. Гитлер создавал картину мира по собственным эскизам. Впечатляющие были достижения Гитлера в период с 1933 по 1939 год. Тенденция к падению экономического развития прекратилась, а затем начался бурный активный рост. Это, несомненно, сослуга национал-социалистического руководства во главе с Гитлером. Жесткими методами он добился того, что страна стала быстро развиваться. Особенно быстро развивались военные промышленности и армии. Поражали и военные успехи Гитлера. Правда, многие немецкие генералы считали, что военные планы Гитлера опасны и ведут к разрушительной войне и гибели Германии. Они говорили Гитлеру, «Так нельзя себя вести. Это безумие. Это слишком рискованно. Нельзя захватывать Рейнскую область. Нельзя захватывать Австрию. Нельзя захватывать часть Чехословакии. Они постоянно твердили ими, и это нельзя, и то нельзя. Но ведь Гитлеру все это удавалось». Тогда немецкие скептики начали скрести затылки. А может быть, ему действительно можно все? А может, действительно он может все? Проведение стремительно мчало состав Гитлера к мировому господству, тщательно охраняя его от неудач, неверных решений и множества покушений на его жизнь. До поры до времени судьба позволяла ему все. Вопреки мнению своего генерального штаба и многих высокопоставленных военных, Гитлер развязал войну в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok Проведение «Судьба», лишив Гитлера возможности творить и строить, возложили на него иную миссию – разрушать. Случай позаботился о том, чтобы он не совершал никаких ошибок, свойственных многим людям. За пять месяцев войны, потеряв всего около 30 тысяч солдат, немецкая армия добилась того, чего не смогла добиться за все пять лет Первой мировой войны, потеряв более двух миллионов солдат. Однако, начиная с середины лета 1940 года, Гитлер не сделал ни одного правильного шага. Более того, каждое его решение приближало Германию к катастрофе. Первой серьезнейшей ошибкой избранника небес, канцлера Германии, верховного главнокомандующего рейха Адольфа Гитлера, был отказ от захвата Великобритании. Захват Гитлером в Великобритании в 1940 году означал бы для него завершение разгрома западноевропейских государств. Гитлер обладал преимуществом во всех видах вооружений, за исключением авиации. Вопрос был только в том, имел ли Гитлер достаточно десантных средств для того, чтобы переправить всю эту армию через Ла-Манш. В Британии ведь очень небольшой остров. И первоначально у англичан было две дивизии, потом их довели до четырех, потом до шести. Даже учитывая, что лучшие силы англичан были на морях, в британском флоте, в авиации, следует сказать, что пяти-шести дивизий хватило бы для полного контроля над небольшим островом. Да, у Гитлера не было в тот момент достаточного количества барш и прочих десантных средств для переправы войск через пролив Ла-Манш. Но если бы Гитлер отдал приказ о начале операции, то Германия могла бы поднапрячься, понастроить барш, и Англия бы пала. Всего пять-шесть дивизий и хватило бы для полного контроля над Англией. Но приказа о подготовке к десанту не поступило. Вместо этого летом 1940 года начались бомбардировки Лондона и других городов Англии. Они продолжались почти год, а потом внезапно прекратились. Гитлер решил напасть на Россию. Впервые на фюрера нашло затмение. Оставив в тылу непокорённую Англию, он сам сохранил единственную возможность для англо-американского десанта в Европе. Гитлер сам создал ситуацию, при которой стал возможным военный альянс трёх держав США, СССР и Великобритании. Многие немецкие генералы очень скептически отнеслись к его плану войны против СССР, так как Англия всё ещё держалась. Но Гитлер считал, что Англия уже разбита. И он может спокойно начать войну с СССР, то есть открыть Восточный фронт. Правда, для успеха этой операции закончить её надо было быстро, до начала зимы, пока Британия не набралась сил. Гитлер верил, что это возможно. Вот здесь Гитлер ошибся и сам начал войну на два фронта. А если бы провидение не покинуло Гитлера, и он принял бы решение о захвате Великобритании, что тогда? Гитлер. 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 4 июля 1940 года Гитлер собрал совещание в своей резиденции в Бергофе. Начал он его следующими словами. Судя по всему, англичане не собираются сдаваться. Вопрос с Англией должен быть решён как можно скорее. На совещании Гитлер тщательно выслушал доклады командующих родами войск Геринга, Редера и Браухича. Он пришёл к выводу, что ни о какой высадке до осени не может быть и речи. Для этого не готова ни армия, ни флот, да и авиация, несмотря на все оговорки, не гарантирует достижение решительных результатов на Дангале до сентября месяца. Выслушав своих генералов, Гитлер выступил с неожиданным предложением. Он сказал, «Я предлагаю действовать осенью, в разгар туманов на Ла-Манше. Для того, чтобы наверняка подавить оборону противника, я предлагаю повторить то, что так блестяще удалось при планировании французской кампании, когда отвлекающие удары в Норвегии и Дании в конечном итоге обеспечили успех действий на Западном фронте. Мы начнём операцию против Англии, высадкой в Исландии». Ровно через 4 месяца, 4 ноября 1940 года, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль получил первые сообщения о немецком десанте в Исландии и захвате немцами столицы страны Рейкьявика. Черчилль приказал любыми средствами спасти Исландию, и основные силы британских кораблей двинулись на северо-запад. В это время оперативные соединения немцев, обходя английские корабли, направились на восток к своей главной и настоящей цели Великобритании. Утром 5 ноября началась массированная немецкая высадка на юго-востоке Англии в графстве Корнелла. Правда, сначала англичане не испугались. Они решили, что это просто очередная, уже четвертая всего за несколько недель, псевдо-высадка. Попытка немцев напугать Англию. Не может же быть это настоящим вторжением. Никто от последнего сапера, дежурищего у фугасов, до руководителя обороны Англии не верил, что именно сейчас, когда идут тяжелейшие бои в Исландии, и когда все силы английского флота находятся далеко к западу от британских островов, что именно в этот момент начнется настоящее вторжение. Оно уже шло. 13 ноября танковый корпус «Готта», введенный под Солсбери в чистый прорыв, овладел Оксфордом. 16 ноября, на 9-й день немецкой высадки в Великобритании, 3-я и 6-я армии вермахта взяли в кольцо Лондон. В тот же день были захвачены мосты через Термон. 22 ноября Лондон пал. А 30 ноября, в день рождения Черчилля, капитулировала Великобритания. КОНЕЦ Королевской семье и Черчиллю повезло. На одном из последних кораблей они смогли выбраться из Великобритании и найти себе убежище в Канаде. Но островы были оккупированы целиком. Этот колоссальный успех сделал возможным построение мира, в котором до сих пор Германия владеет основной частью Европы и британскими островами. Если бы Англия пала, то это было бы также полной катастрофой для США. Ведь для успешного ведения войны Америке был необходим наземный плацдарм, где можно было бы концентрировать силы, из которого затем можно было бы нанести удар по нацистским силам в оккупированной Европе, как это и произошло в 1944 году. Без такого союзника, как Великобритания, исход войны был бы иным. Мы бы проиграли. Однако всего этого в нашей реальности не произошло. Удача повернулась Гитлеру спиной, и он начал совершать одну ошибку за другой. И вместо того, чтобы добить Великобританию, Гитлер начал готовиться к войне с СССР. Гитлер отправился в Советский Союз не только за жизненным пространством. Одной из главных причин был захват советских нефтяных месторождений в Грозном и в Баку. Эта нефть обеспечивала нужды СССР более чем на три четверти. Нефть всегда была Ахиллесовой пятой германской армии. У Германии ведь нет своих природных запасов нефти. Нефть была постоянной проблемой. Вся немецкая промышленность полностью зависела от топлива. Правда, Германии удалось разработать синтетическое топливо, но оно никак не могло компенсировать отсутствие нефти. 31 июля 1940 года на совещании высшего начальствующего состава вермахта Гитлер заявил, что он твердо решил напасть на Советский Союз в конце весны или в начале лета 1941 года. Целый ряд генералов отнесся к этому очень скептически. Самые взрывомыслящие немецкие генералы, такие как Гальтер, Браухич и гросс-адмирал Редер, они полагали это авантюрой. Но Гитлер был другого мнения. Россия должна быть ликвидирована. Вся советская система есть не что иное, как ветхий сарай из прогнившего дерева. В вермахту достаточно посильнее пнуть дверь, чтобы всю кампанию можно было завершить за пять месяцев. Гитлер считал, что кавказская нефть, уголь Донбасса и украинская пшеница уже у него в руках. Гитлер считал, что Красная Армия — просто пустой звук. Ну, во-первых, Сталин во время чисток 1937 года уничтожил весь цвет командования Красной Армии. Во-вторых, в 1939 году Сталин ввязался в бессмысленную войну с Финляндией, где Красная Армия несла большие потери аж до марта 1940 года. Гитлер рассуждал так, если эти русские так долго не могли справиться с такой малюсенькой страной, как Финляндия, и с её слабой, незначительной армией, то как они смогут противостоять мощи вермахта? Это была ещё одна колоссальная ошибка фюрера. Но мог ли он, не нападая на СССР, быстро решить проблему нефти? МОК. Нефть была не только в СССР. В огромных количествах она была и в Иране, и в Ираке. И путь туда был куда более безопасным, чем в России. КОНЕЦ Летом 1940 года, после возвращения из побеждённой Франции, Гитлер посетил базу военно-морского флота Германии в городе Киль. Его сопровождал командующий морским флотом гросс-адмирал Реддер. После экскурсии, когда разговор перешёл на возможную войну с СССР, Реддер, который считал план Барбароса крайне опасным, предложил Гитлеру рассмотреть другой вариант. Операцию «Сфинкс». Реддер сказал... А давайте нанесём основной удар в Египте. Захватим Суэцкий канал. А после Суэцкого канала – Палестина и Сирия. После Сирии – Ирак. Где добывают нефть. После от нас возникнут очень интересные возможности. Мы выходим на границу с Турцией. И напоминаем её о том, что мы союзники с Первой мировой войной. Это колоссальная угроза Советскому Союзу, нефтепромыслы которого отныне будут в помот достигаемости Рейха. Мы выиграем войну у Сталина, не начав её. Спустя несколько дней Гитлер, взвесився за и против, принял решение в пользу Сфинкса. После удара в Египте события развивались точно в соответствии с планом Рейдера. Ровно через год немецкие солдаты уже находились в непосредственной близости от главных нефтяных запасов СССР. Теперь, обладая иракской нефтью, Гитлер в любой момент мог лишить Сталина одного из самых главных его козырей – «Кавказской нефти». В виде безвыходной ситуации Сталин посылает в Берлин министра иностранных дел Вячеслава Молотова, чтобы тот любой ценой нашёл с немцами компромисс. Сталин хорошо помнил урок Ленина. Тот самый Брестский мир, когда в 19-м году Ленин, для того, чтобы сохранить коммунистический режим и личную власть, отдал Германии часть Украины и Белоруссии. В итоге Гитлер сумел получить жизненное пространство на Востоке и несколько миллионов рабов. И всё это без единого выстрела. Но, как мы знаем, этого не произошло. Гитлер напал на СССР, и это стало началом конца гитлеровской Германии. Но какой была бы наша история, если бы юного Гитлера всё-таки приняли в Венскую Академию Изящных Искусств, и он стал бы художником и архитектором. В январе 1933 года по проекту известного немецкого архитектора Адольфа Гитлера в Берлине началось строительство грандиозного олимпийского комплекса. А в марте того же года состоялись очередные выборы в Рейхстаг. Канцлером Германии стал лидер партии Христианско-демократического союза Конрад Аденауэр. Аденауэр проявил себя как выдающийся государственный деятель, которому удалось возродить Великую Германию, уничтоженную Первой мировой войной. Первое, что делают, придя к власти Аденауэр, это на 10 лет запрещает нацистов. Одновременно запрещаются и коммунисты. Германия не должна быть ни советской, ни нацистской. Она должна быть немецкой. Такова позиция Аденауэра. Также Аденауэр обращается к США и Англии с просьбой о помощи в восстановлении Германии. Только сильная Германия может стать барьером на пути проникновения советского коммунизма в Европу. В кратчайшие сроки в Америке был разработан и принят план экономической помощи Германии. За следующие несколько лет Германия смогла выйти из кризиса и стать одной из ведущих европейских стран. В конце 30-х и в начале 40-х Англия, США, Франция и Германия создают блок НАТО, направленный против угрозы экспансии коммунизма. В течение нескольких лет объединенными усилиями были созданы принципиально новые виды оружия. Стратегическая ракета, проект Вернера фон Брауна. Дальний стратегический бомбардировщик МБ-29, совместная разработка фирм Мессершмитта Боминг, а вскоре была испытана первая в мире атомная бомба. Все эти достижения Запада сделали экспансию коммунизма полностью невозможной. В 1953 году, когда умирает Сталин, к власти приходят известны своими либеральными взглядами демократически настроенный Хрущев, наш Никита Сергеевич. Вместо того, чтобы продолжать уже совершенно бессмысленное противостояние с Западом, он принимает решение наладить с Западом контакты, смягчить напряженность и, возможно, даже включить Советский Союз в общую систему единой безопасности в Европе. Этот сложный процесс очень быстро стал давать плоды, и в 1955 году началась так называемая Хрущевская оттепель. А в начале 60-х Хрущев объявил о начале перестройки и гласности. Пути канцлера Германии Аденауэра и всемирно известного архитектора Адольфа Гитлера неоднократно пересекались. В конце 30-х Аденауэр предлагает Гитлеру государственную должность. Гитлер принимает предложение и становится главным режиссером массовых театрализованных постановок с участием военных и спортсменов на государственных праздниках. Будучи глубоко одаренной художественной натурой, обладая знанием психологии народных масс, Гитлер блестяще справлялся с задачей. Однако в реальности все было иначе. На выборах в Рейхстаг в 1933 году победил не Конрад Аденауэр, а несостоявшийся архитектор Адольф Гитлер. Линии жизни Аденауэра и Гитлера действительно пересеклись. Аденауэр в 1934 году вместе с другими противниками гитлеровского режима был арестован и отправлен в тюрьму. Он был освобожден только в 1945 году. И через 4 года в 1949 в возрасте 73 лет все-таки стал канцлером Германии. На этом посту Аденауэр пробыл 14 лет и на самом деле возродил Германию из пепла. А Гитлер действительно стал главным режиссером-постановщиком, но не народных празднеств, а грандиозной трагедии мирового масштаба. Шествия и парады, организованные Гитлером, вели человечество прямиком в кровавое пекло мирового апокалипсиса. В конце апреля 1945, когда Красная Армия вела бои уже в Берлине, Гитлер мог бы подвести итог своей бурной деятельности. Более 55 миллионов трупов по всему миру. Разрушенная Европа и разгромленная Германия. Однако, несбывшаяся мечта юности все еще продолжала стучаться в сердце фюрера. Скрываясь от бомбардировок в бункере имперской рейхсканцелярии, полубезумный Гитлер продолжал совершенствовать план перестройки центральных улиц Линца. Городка своей юности. СОЗДАТЕЛЬ 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 ГИТЛЕРУ СОВЕРШИТЬ СТОЛЬКО ЗЛА. И МОЖЕТ ЛИ ПРОВИДЕНИЕ ОШИБАТЬСЯ? Или, может быть, все происшедшее было только частью какого-то грандиозного испытания, посланного человечеству свыше? А Гитлер был всего-навсего одной из ключевых фигур. СОЗДАТЕЛЬ